Экзамены по взрослому. Сегодня в 50 регионах страны прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». До эфира в роли выпускников школы себя почувствовала и наша съемочная группа. И вот как это было. А вдруг двойка? Вдруг я забыла все правила? Что тогда скажут дома? Об этом сегодня болела голова у родителей нынешних школьников. Они попробовали написать ЕГЭ по русскому языку. Начиналось все как на настоящем экзамене. Вход только после проверки металлоискателем. Все лишнее приходится оставить за дверьми кабинетов. Просто так не пропустили даже нашу съемочную группу. Впрочем, по сравнению с настоящим ЕГЭ разница все-таки есть. На все времени у родителей полчаса. Задача не в том, чтобы проверить их знания. Очень часто родители сами создают такую паническую ситуацию, как страх перед ЕГЭ. Цель акции какова? Чтобы родители сами прочувствовали, как проходит ЕГЭ. Чтобы они поняли процедуру проведения ЕГЭ. Какие примерные задания даются детям при выполнении задания ЕГЭ. 30 минут проходят быстро. И на вопрос «ну как?» самый популярный ответ – волнительно. «Достаточно было моих школьных знаний, но надо было справиться со своими эмоциями». «Вызвали некоторые затруднения определенные задания, но это, наверное, связано с тем, что я уже сколько лет назад школу закончила?» «Где-то более 20 лет назад». «Оставайся, хотелось погуглить ответы. Прямо потянулась рука к телефону, который вы задали?» «Да, по словарным словам». Мама троих детей и педагог-психолог Юлия Михайлова после пережитого знает, что посоветовать родителям. «Я посоветую только поддержку. Однозначно полную поддержку детей. Никакой критики, потому что тот результат, который получит ребенок, он в любом случае результат. И нужно уметь преодолевать негативные моменты, строить планы на будущее в любом случае». Наша съемочная группа тоже училась когда-то в школе и понимает, детям наверняка приятно, что родителям тоже пришлось поволноваться за оценку. Лучше этого, пожалуй, только увидеть за партами учителей. «Ну-с, кто готов отвечать? Физок? Можно выйти? Сидеть». Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.